Ну какая у тебя игрушка новая, да? Тебе её подарили, когда тебе был годик, Максим? Да. На годик. Он, кстати, ещё дымится вообще-то. Я не знаю, видно это или нет. Ну-ка, ну-ка. Ой, ну какая красивая игрушка. Ты тоже смотришь? Давайте я переверну, иди туда. Красивая? Да. А давай? Называется мой первый поезд, производство, кстати, Россия. На, домики поставь. А вот домики, папа, тебе не запья. Вот и домики. Второй домик, на. На, второй домик. Единственный минус этих игрушек, что они абсолютно недолгоиграющие. Вот всякие конструкторы, машинки, они намного долгоиграющие, чем вот эти поезда на... Он всё очень скрытал. Нет, нет, ты просто очень близко к рельсам поставил. Смотри, ну... Чего? Такое смешно. Это, кстати, вот мама дарил... Ну, Дед Мороз дарил на Новый год. Очень классное. Он играется. Тут ещё как-то... Как тут делается, Серёж? Вот, а, вот. Прикольно. Вообще, я думала, что он несколько раз уронит. Ну, вообще, кстати, у нас... Скажи, он так аккуратно с игрушками достаточно. Я была вот... Ну, зачем ты так близко, Максим? Не надо так близко к рельсам. Вот, вот так. Так что у нас новые игрушки сегодня. Папа решил достать. А, у тебя ещё... Да, покажи. У тебя ещё... Да, 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 да. Счастливый ребёнок. Ну, ну, ну! Девочки, пришёл заказ Шейн. Я уже всё примерила. Сейчас вам покажу и расскажу, что понравилось, что нет. Надеюсь, что будет интересно. Итак, первое платье, о котором я хочу вам рассказать. Это такое голубое, красивое, бирюзовое, я бы даже сказала, платье с цветами. А у него есть поясок. У него интересная длина. Она такая, в восемь десятых, знаете, не до пола. Обратите внимание, какой вырез. То есть, прям грудь очень-очень откровенно видна. И я думаю, что рассчитано на более пышный бюст это платье. Ну, я что-нибудь придумаю. Наверное, как-нибудь уж булавочкой что-то прикреплю. Но вообще, в целом, оно смотрится неплохо. И такой достаточно летний, лёгкий, красивый вариант. По крайней мере, мне оно понравилось. Что касается состава, это стопроцентный полиэстер. Второе платье, которое тоже в пол. Но это вот полноценное уже платье в пол. Это стопроцентный полиэстер. На мой взгляд, очень интересный принт. У меня нет ни одного такого платья. Чёрного. У него красиво обработаны рукава. Очень красиво сделана зона декольте. Обратите внимание, как аккуратно. Вот здесь, прямо рассчитано на мою грудь. На среднюю, небольшую. Мне кажется, что это платье можно спокойно одеть куда-то вечером в ресторан. То есть, оно такое нарядное. Я бы даже сказала, такое, знаете, из серии «Дорого-богато». Очень интересное платье. Я им осталась довольна. Мне понравилось, как оно лежит. И, несмотря... Кстати, я ничего плохого не вижу в том, что состав стопроцентный полиэстер. На этом сайте я ношу такую одежду. И она очень прекрасно стирается. Всё здорово. То есть, я этим платьем осталась довольна. Все ссылки, как всегда, будут в инфобоксе. Следующий костюм, который я уже очень-очень активно ношу. Правда, я ношу отдельно лосины, отдельно футболку. 95% хлопок, 5% спандекс. Очень здоровский костюм. Просто супер. Хочу сказать, что всю одежду я заказывала в размере L. И, на мой взгляд, всё размер в размер. Обратите внимание, что здесь немножечко укороченные брюки. Но у меня метр 74. И мне кажется, что прямо то, что нужно. Футболку я ношу с джинсами, с другими. А лосины с футболочкой, которая немножечко подлиннее. Потому что, на мой взгляд, эта, которая в комплекте, она коротковата. Но это, на мой субъективный взгляд. Вот такой классный костюмчик. Ну и, на мой взгляд, самая неудачная вещь. Вернее, то платье, которое, на мой взгляд, просто мне не подходит. Муж сказал, что я в нём как в смирительной рубашке. На сайте она смотрелась очень здорово. Но как-то, на мой взгляд, мне не совсем подошло. Здесь идёт ремешок. Я не стала его мерить, потому что выглядит ещё хуже. Оно большимерит. Это также элька. И его я отдам Серёжиной тёте. Мне кажется, что ей будет в нём намного лучше, чем мне. По качеству оно очень даже неплохое. Хочу снять прямо так. Ну и что? Ну и что, как говорится. Дело в том, что у нас, в общем, катастрофа. У нас отключили воду. Обещали, отключили на две недели. Но в конечном итоге неделю у нас вода была. То есть неделю у нас нет воды. Вчера должны были включить. Её не включили. Я очень расстроена. Я проснулась. Я была уверена, что я проснусь. Сразу же приму душ, помою голову нормально. Ни с тазиками, ни с ковшиками. Но это, мне кажется, сейчас такая очень популярная тема. Сейчас, мне кажется, у всех проводятся вот эти всякие ремонтные работы. Знаете, они подготавливают батареи. К отопительному сезону у нас журчит всё. Я вообще не против. Я очень даже за это. Естественная профилактика и всё такое. Но нам сказали, что включат вчера. У нас двое маленьких детей. Я была уверена, что... Ну, как бы... Ладно, там вчера мы... Я была уверена, что мы уже искупаем нормально ребёнка перед садиком. Но если мы и сегодня не сможем, это вообще просто. Я... Читатики, мне кажется, это нормально. Всё равно ты не помоешь ребёнка. Сейчас подождите, поставлю на зарядку камеру. Всё, слава богу, даже камера, видите, разрядилась. Вообще, я сижу за компьютером и пью чай. У кого-то же есть такие чашки с магнита гипермаркета. Кто помнит, была такая какая-то у них распродажа или... А, нужно было собрать какие-то наклейки. В общем, у нас есть две чашки. Мы с Серёгой так любим их. Из них сделал чай, пришёл к компьютеру и час пьёшь. В общем, огромная чашка. Что хотела рассказать? Дело в том, что моему супругу в этом году 35 лет. Очень, на мой взгляд, хороший возраст. Красивая такая дата. И 40 лет не празднуют. Но 35, я лично считаю, что 30 и 35 нужно праздновать обязательно. Потому что это красиво очень. Как и 25, я тоже считаю, что обязательно нужно праздновать. И поэтому, во-первых, мы уже начали приготовление к его дню рождения. День рождения у него... Как показывает практика все друзья, так... Ой, так вы заранее. День рождения у меня у мужа 10 августа. Но с учётом того, что очень у многих сейчас заранее отпуск там или какие-то другие планы, лучше заранее предупредить. Мы решили, что он отпразднует со своими друзьями мужской компанией в ресторане. Они очень редко встречаются. И с учётом того, что я бы точно не попала на этот день рождения, Серёжа говорит, Марина, ну как бы все будут с жёнами, а именинник без. Потому что с маленьким ребёнком я не хотела бы. Знаете как, я толком не отдохну. Поэтому они соберутся мальчиками. Я им сказала, говорю, если хочешь, что хочешь, сделай только пивную вечеринку. Потому что я говорю, давай купим пиво там в этих, в стеклянных бутылках специально. И они бы жарили там мясо. Потому что самое главное, конечно, шашлыки они очень хотят. Я говорю, чтобы не наливать из этих полудушек. Вот у меня бывает такое, что вот хочется, чтобы это было как-то красиво. Он, о, да, 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 да. Ну, в общем, такая у них будет мужская вечеринка. Я только за. И вопрос о подарке на 35-летие. У меня встал ещё в прошлом году, когда мужу было 34. Я понимала, что... Кстати, мне все пишут, Марина, ты трогаешь над губой, поэтому у тебя здесь раздражение. У меня, я когда только начинаю нервничать или вот с вами разговаривать, у меня сразу над губой появляются маленькие капельки пота. Это с самого детства ещё, когда, мне кажется, я только родилась. И мне кажется, я это чувствую, мне дискомфортно, и поэтому я вытираю. И может быть, скорее всего, что именно из-за этого у меня бывают здесь какие-то раздражения. Но я вот объясняю, почему. То есть это не то, что там моя какая-то вредная привычка. Вот. И вопрос о подарке встал ещё год назад. И ближе к Новому году мужа я определилась, скорее так, что мы будем покупать мужу новый телефон. У меня, кто не знает, может быть, кто недавно меня смотрит, у меня восьмой айфон. Мы покупали его тоже совсем недавно. Это муж мне дарил за второго ребёнка. Ну, если так можно говорить. Но, в общем, просто мне нужен был телефон, и как раз вот... Вот. А у мужа у меня был айфон 5s. Причём этот айфон мы купили не новый. Мы его купили у моей родной сестры. Она с ним походила, купила себе новый. И мы взяли у неё БУ. То есть он был такой уже конкретно изношен, этот телефон, если можно так сказать. Но, однако, есть один плюс у айфона, что сколько я им не пользуюсь, а они как новенькие. То есть он не тупил, не тормозил, ничего. Просто всегда есть проблема в том, что в какой-то момент тебе становится мало памяти. И было решено, что мы покупаем мужу новый телефон. Мы ему его уже купили. Знаете, это как в детстве. Вот тебе подарок, но это, не думай, уже на день рождения. Серёжа посмеялся. Мы купили уже, заказали мы в интернет-магазине, как и мой восьмой. И он пришёл. И это тот момент, когда я увидела своего мужа. Вообще, на самом деле, сейчас, знаете, как уже... Ну, такой возраст, там он серьёзный. Хотя, конечно, на видео очень часто он несерьёзный. Но он такой уже отец твоих детей. Такой уже весь серьёзный. А тут, я говорю, Серёжа, вот тебя поставь. И рядом Максика, и вы два одинаковых. Он прыгал с этим телефоном. Он сидел. Но это, конечно, счастье, на самом деле. Я, мне кажется, это первый раз, так он рад подарку. Очень он хотел уже... Потому что у пятых, у четвёртых маленький экран. У вот этих, которые тонкие, они уже экран побольше. Мне кажется, как-то поярче. Он, боже. Он перед... Потому что мы заказали, и телефон шёл какое-то время. Он брал мой и говорил, неужели у меня скоро будет такой же? Ну, в общем, я это к тому, что обязательно нужно делать мужчинам подарки. И как бы ни говорил мужчина, вот у меня Серёга, он... Нет, ну, Марин, зачем? Да не надо. Нет. Вообще, я уже... Уже сколько лет мы в браке. Во-первых, не то, что не слушать. Так тоже нельзя. Надо просто как-то медленно, но верно подводить, что надо. Что в любом случае, когда-то придётся. Лучше это сделать сейчас. Ля-ля-ля. Ну, в общем, потому что невозможно. Потому что если бы я слушала своего мужа, моего мужа бы... Он так и ходил бы в тех джинсах, в которых он со мной познакомился. В той майке. потому что с одеждой, мне кажется, то же самое. Ну, в большей части редко он может сказать мне, что ой, по-моему, кроссовки все-таки стоит поменять уже. Но это когда уже вообще прям все плачевно. Так что у нас достаточно такая, ну, это для нас серьезная покупка. Ну, как и для всех. Я поэтому не понимаю, когда говорят, ой, такой неожиданный подарок iPhone XR, который стоит 100 тысяч. Ну, я грубо, я не знаю сейчас, сколько они стоят, потому что мы на 10-й даже не смотрели. Я не знаю, мы не можем дарить в тайне друг от друга такие подарки. Это все равно семейный бюджет, это обговаривается, это должно быть как бы как, продумано, что ли. У меня, в общем, в этом плане такая позиция, что должно быть, несмотря на то, что подарок, все равно как-то как-то вместе обсудить это нужно. Так что мой муж, в общем, как подготовка у нас полным ходом. Еще есть вариант того, что не в ресторане, а на даче у друга, у друга, у того же, кто как бы приглашен. Сережа говорит, Марина, в том плане, что как, там, порция шашлака в ресторане стоит столько, сколько стоит килограмм шашлака. Он говорит, получится просто больше, там, мяса, больше всего, но я не знаю, они решают сами, как хотят. Я-то думала, что они хотят, знаете, как там, нарядные, прийти, там, в какой-то необычной обстановке, ну, по крайней мере, для девочек. Это, наверное, только для девочек важно, для мальчиков им главное поболтать. Вот я с вами поболтала, на самом деле. Вчера у нас в гостях была Сережина мама, понянчилась с мелкой, сказала, что похожа мелкая на Серегу. Я не знаю, моя мама говорит, что похожа на меня. Ну, в общем, на мой взгляд, потому что очень часто тоже спрашивают, Катя похожа на... Ну, она на Максика похожа, и просто как-то вот она на себя похожа. Не могу я сказать, что она там... Потому что я-то себя не видела маленькую. Я видела маленького в таком возрасте, только Максима, поэтому для меня все дети похожи на Максима. Но Сережина мама сказала, что похожа на Серегу. Может быть, я только рада буду. Мне кажется, что они у нас будут очень похожи между собой, Максим и Катюша. И тоже обсуждали, почему именно Катюша. Тоже мы ей рассказывали. Ну, в общем, вчера в гостях у нас была Серегина мама. У меня родители тоже скоро приезжают. И тоже я снимала видео о Васильке, и мне написали, Марина, что мы не понимаем, вы все-таки едете на море или нет? Мы с Сережей и с Катюшей не едем в этом году на море. Во-первых, у нас закончились загранпаспорта, Сереж. Даже если мы хотели бы, мы... Нет, мы бы... Ну как? Надо сначала их сделать. Я думаю, что мы в сентябре займемся, когда бум пройдет. Потому что я, конечно, порывалась. Я порывалась с Максима отправить на Украину, на море, а самим куда-нибудь слетать, хотя бы дня на 4, на 5. Но с маленьким ребенком... Сережа говорит, ты сама не отдохнешь. И, ну, короче, решили в этом году просто... Вот, купили телефон. Ну нет, ну я так грубо, конечно, говорю. Вот. И поэтому Максик у нас едет с моими родителями. Он едет на 3 недели. Они будут там отдыхать. Я не знаю, навряд ли мама будет что-то снимать. Она у меня с техникой на вы. Ну так, я буду вас держать в курсе. Мы уже почти все собрали. Они ко мне... Они приедут, заберут самое многокабаритное. Потому что, естественно, они забирают кресло автомобильное. Едут они на море на машине. Поэтому они забирают там кресло. Все там чемоданы, не чемоданы. А Сережа уже в день отъезда их из Москвы повезет Максика на ласточки. Тоже, кстати, вот на ласточки. Я, наверное, попрошу Сережу поснимать. Сережа у меня хорошо снимает. Если вам это интересно. А вообще, это был такой, наверное, сумбурный немножечко влог. Показала вам одежду. Очень интересно, что вы напишите по поводу одежды. Если вам было интересно, то ставьте лайк. Пишите комментарии. Все читаю. Все. Сейчас я полностью поглощена в канал, в YouTube. И мне уже должна телеписать. Марина, ты нас так балуешь. Видео я очень стараюсь. Потому что не вижу в этом никаких препятствий. И особенно две недели у меня муж был в отпуске. Поэтому я вообще была предоставлена. По сути, как бы, как я могла... Мы были мобильные очень. Поэтому и съездили, отдохнули на Рубское. А так вообще, все, с сегодняшнего дня Сиреня на работе. Так что вот такие дела. Очень хотела с вами поговорить. Тем более с чаем. Если этот разговор был приятен не только мне, то мне вообще очень... Я буду рада. Спасибо за внимание. И всем пока-пока. Надеюсь, сегодня воду включат. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.